Всем привет! Это не мастер-класс, поэтому кто не любит болтовню просто, то может сразу закрыть видео. А кому интересно, я хочу немножко поговорить о вискозе, о тунисском вязании, о тунисских крючках. Вчера увлеклась и допоздна опять вязала вот этот кусочек. Начала вязать штанишки внуку, самому маленькому, и очень нравится как получается. Просто такое невероятно полотно, очень легкое, очень воздушное, как раз для лета, для жарких дней. Скоро все равно лето наступит, уже достаточно тепло. Такая вот пряжа вискалана. Очень она мне понравилась, я заказала еще в других оттенках. И вот интересная пряжа, стопроцентная вискоза, и как вы видите, она одновременно и блестящая, и такой вискозный пушок. Ниточка такая достаточно тонкая, 900 метров на 100 граммов. Ну вот я начинала вязать обычным крючком, даже в одну нитку вполне можно вязать. Но у меня вязание получалось такое рыхловатое, и я решила все-таки связать тунисским крючком. Обожаю тунис. Вяжу я, еще у меня в помощь вот такой хлопок, две ниточки. Это я для закрывающего ряда, и тоже две ниточки хлопка, и ниточка вискозы для наборного ряда. Так, вот она, видите? Одна вискозная и две хлопка. Вяжу, как видите, бамбуковым крючком. Очень мне нравится. Мне кажется, вот из моих крючков он самый удобный. Вот это вот сама часть, сам крючок. Очень удобный. И вот хочу как раз и поговорить о крючках. Правда, я уже рассказывала, но может кто-то не видел, и может какая-то еще дополнительная информация. Вот эти вот крючки достаточно дорогие. Так, этот прим и этот... Вот уже стерлась. Знаю, что 6,5. Забыла, но тоже фирма какая-то такая дорогая. И вот я думала, что вот этот идеальный крючок. Очень удобный. Смотрите, как он атлет. А оказалось, что вот такой острый. Вот он как-то цепляет. Не очень удобно почему-то им вязать. Как ни странно. Ну, хотя, конечно, толстые крючки, такой двухсторонний, он тоже неплохо для моей коллекции. И вот парочка у меня таких. Четверка. Еще и номер пятый есть. Это я все говорю сегодня о двухсторонних крючках. Вязать им достаточно удобно. Но здесь вот опять вот это вот слишком закруглено. Головка слишком закруглена. И вот проталкивать не так удобно, как вот, допустим, вот этот. Он тоже закругленный, но, видимо, как-то поострее, что ли. Вот как ни странно, вот этот удобнее. И потом еще тут немаловажно, что он бамбуковый. Он не так скользит, хотя он такой гладенький тоже. Но по вискузе он не так сильно скользит, как этот. Так, вот такие крючки еще есть. Это недорогие крючки, по-моему, гамморские. Хотя я могу ошибаться. Тоже удобный крючок, достаточно. Но для вискузы, мне кажется, он все-таки тоже скользкий. Ну, размер тут поменьше, конечно. А этот и вовсе маленький. Вот для каких-нибудь тонких ниток. Хотя, знаете, тонкими нитками вполне тунистским крючком можно вязать и толстыми крючками. Потому что, вот смотрите, вот это у меня номер четыре крючок. Ниточка даже вот наборная, не такая уж и толстая. А полотно получается одновременно и легкое, и не просвечивает. Видите, оно не дырявое. Вот то, что мне не нравится в крючке. Узоры, конечно, красивые, но уж очень оно ажурное и нужно обязательно чехол, допустим, под платье, под топик какой-то. А здесь вот полотно одновременно и легкое. Видите, оно какое рыхлое. И вместе с тем оно не просвечивает. И вот так мне нравится это полотно. И вот знаете, даже я никакие, наверное, уже заметили, никакие узоры не вяжу. Хотя тунистским крючком много простых узоров есть. Потому что нравится мне вот эта плетеночка. Она такая необычная и полотно, говорю, такое воздушное. И вот сочетание вот этого воздушного полотна и самого материала вискоза и хлопка. Причем все это тоненькое. Вот для лета, по-моему, вообще идеальный вариант. Такой бы топик был прекрасный. Возможно, и свяжу. Возможно, и с другой пряжей. Может быть, даже и с этой. Потому что ее достаточно много. Хотя я думаю, малышу еще тоже какую-нибудь рубашечку связать в комплект. Вот такое замечательное тунисское вязание. Я рада, что больше и больше вязальщиц присоединяются к нашему, если можно так сказать, кружку любителей тунисского вязания. И то, что нет у вас, допустим, крючка тунисского, это просто отговорка. Потому что есть такие бамбуковые с леской крючки, наборы. Просто они недорогие даже. Или бамбуковые, или пластиковые на Алиэкспрессе. Недорогие наборы. Или вот такие крючки можно сделать самим. Знаете, вот эти вот, вплоть до того, что из палочек для шашлыка. Или вот гитарских палочек для еды. И вот еще есть один вариант. Я, правда, так и не могу доделать их. Есть вот у меня такой набор крючков. Что хорошо, тоже много разных размеров. Тоже с Алиэкспресса. Вот видите, какие замечательные крючки. Ну, конечно, они односторонние. И я вот начала вытачивать немножко. Таким вот надфиль, кажется, он называется. Ну и частично я применяю... Так, вот у меня сейчас нет под рукой пилку для ногтей. Только здесь что плохо, вот эти... Если будете покупать такой набор, покупайте необожженный. Я их покупала просто, как обычные крючки вязать. Потом уже мне такая идея пришла. Потому что такие вот обожженные обработанные крючки, они более-таки твердые, и их сложнее обтачивать. Хотя тоже, видите, поддается потихоньку. Ну, так я до ума и не довела их. Опять же, при необходимости, когда какой-то толщины крючок нужен будет, можно выточить. Ну, это то, что касается... То, что касается кругового тунисского вязания. Можно, конечно, и вязать и обычными длинными. И сшивать детали, и много вариантов. Потом еще энтрелак вяжу тоже короткими крючками. Не обязательно даже... Вот, кстати, думаю, эти крючки вполне подойдут. Правда, у них тут такая выемка для удобства. Но, я думаю, она не помешает. И поэтому вот такими крючками энтрелак вполне возможно вязать. Ну, вот, наверное, все, что я хотела сегодня рассказать. А я буду рада, если мое видео вам понравится. Смотрите, какие красивые переходы. Такие слабые. Не очень выраженные. Ну, и вместе с тем видно, что такая игра цвета. Замечательная пряжа. Я надеюсь, что терпением не хватит довязать штанишки. А пока все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok